Начинаю свой обзор без видео. Матчи евроотбора на чемпионат мира в Катаре, которые состоялись 12 октября 2021 года. Сразу группа D, где Украина снова продолжила свою ничейную эпопею. На сей раз не удалось обыграть Боснию и Герцеговину. Не помогла и фартовая для сборной Украины Львов Арена, которая неистово поддерживала своих и взорвалась федерверком позитива, когда Дермоленко на 15 минуте замкнул прострел Цыганкова на дальней штанге. Казалось, все идет по плану Александра Петракова. И он план сработал бы, если бы наши реализовали хоть один из тех моментов, которые имели для взятия ворот. Но Цыганков, Нитымчик дважды не смогли поразить цель с убойных позиций. За что пришла расплата на 77 минуте, когда Ахмед Ходжич завершил прекрасную комбинацию в однокасание точным ударом в дальнюю от пятого угла ворот 1-1. Дальше гости всем своим видом демонстрировали, что согласно на ничью, атакующая же потенция украинцев напоминала пенсионеров. В еще одном матче группе D финны без проблем обыграли в гостях Казахстан 2-0. Теперь имеем такой расклад. Франция 12 очков, Украина 9, Финляндия 8, Босния и Герцеговина 7. Подопечным Петракова остался один финальный матч в Боснии и Герцеговине. Остальным соперникам сыграть еще дважды. Надежда на второе место есть и умрет последний, если не превратится в радость второго места. 13 ноября Босния принимает Финляндию, а Франция Казахстан. В группе A Португалия разгромила Люксембург 5-0. Сербия дома обыграла Азербайджан 3-1. Сербы лидируют 17 очков против 16 у португальцев, но все может измениться 11 ноября, когда сыграют Ирландия, Португалия, ну и Азербайджан, Люксембург. Группа B Швеция побеждает Грецию 2-0 и обходит в турнирной таблице Испанию 15 против 13 очков. Грузины одержали свою первую отборочную победу в Косово 2-0. 11 ноября встречаются Грузия-Швеция, Греция-Испания. И далеко не факт, что испанцы попадут на Мундиаль с первого места, но что попадут, лично я не сомневаюсь. В группе C Швейцария в гостях деклассировала Литву 4-0 и сравнялась по очкам с Италией по 14. Болгария обыграла Северную Ирландию 2-1. 12 ноября час икс, Италия-Швейцария, Северная Ирландия сыграет с Литвой. Дания выиграла все матчи в группе F, на сей раз наказала дома Австрию 1-0 и обеспечила себе путевку в Катар. Шотландия удачно смоталась на Фарерские острова 1-0 и тоже почти обеспечила себе второе место. Хотя при определенных раскладах Израиль, обыгравший Молдову дома 2-1, тоже имеет шансы. Это если Молдова 12 ноября отберет очки у Шотландии. Тогда же встретятся Австрия, Израиль, Дания Фареры. Могла себе обеспечить заранее путевку в Катар и Англия, но не смогла дома обыграть Венгрию 1-1. Правда, Польша выездной победой над Албанией 1-0 максимально упростила родоначальником футбола в выполнении заветной цели. И сами поляки вплотную приблизились к албанцам в борьбе за второе место. Еще в одном матче Сан-Марино дома была бита Андоррой 0-3, Англия 20 очков, Албания 15, Польша 14, Венгрия 11. 12 ноября 2021 года Англия принимает Албанию, поляки в гостях у Андорры и Венгрия-Сан-Марина. До решающих поединков евроотбора месяц. Теперь переключаемся на национальные чемпионаты и еврокубки. С вами был Саныч, до новых встреч!